Близ краевой психиатрической больницы около 10 часов вечера в результате двойного автостолкновения пострадала пассажир Ниссана Венгроад. Первый удар был фактически лобовым. На пути универсала, в котором и ехала будущая жертва, появилась Тойота Витц. Шофер Ниссана ехал по улице Серышева, не меняя траектории движения. Его 27-летняя оппонентка катила навстречу и на перекрестке собиралась свернуть налево, на улицу Льва Толстого. Ну, она меня как-то не заметила, я не знаю. Может, вы шибко ехали? Да, я не мог шибко ехать, светофоры работали. Как я шибко ехал? Выходом проходили или остановились на перекрестке? Не, останавливался нормально, шел потихоньку, ехал. Машина рядом поворачивала какая-то, ну, все, поворачивала, поворачивала. Я ехал, увидел ее и подушки, больше ничего не видел. Из-за разницы масс автомобилей Витц оказался отброшен далеко назад, а давший малолитражной машине звонкую пощечину Венгроад, растратил остатки кинетической энергии остальную ограду. Пешеходные заборы урна окончательно добили переднюю часть универсала. Во время этой серии ударов и получила травмы 22-летняя пассажир Ниссана. Если шофер в этой ситуации был жестко поддержан подушкой безопасности, то девушка могла рассчитывать лишь на мягкость спинок передних кресел. Именно о них она и ударилась головой. Врачи заподозрили у пострадавшей сотрясение мозга. Виновницей этой аварии полицейские предварительно назвали автолюбительницу. При повороте налево она должна была уступить дорогу всем транспортным средствам, двигающимся ей навстречу. С места происшествия Сергей Полоектов, Анна Карпова и Павел Рогатин.